Эр-Назар и Кимо-Назар Когда-то давно жил, говорят, один достойный человек по имени Назар. Было у него три сына и три дочери. Старшего сына звали Пир-Назар, Среднего – Хаджа-Назар, А младшего – Эр-Назар. Пир-Назар и Хаджа-Назар были от первой, Старшей – жены Назара, А Эр-Назар и все дочери – от младшей жены. Больше всех Назар любил самого младшего своего сына Эр-Назара. Жил Назар в роскоши, Дни его проходили на пирах, Детей своих он не учил ничему, Да и зачем было им учиться? Отец-то у них был богатый человек. Неудивительно, что старшие и средние сыновья выросли неженками, Вечно играли они в азартные игры, Ни о чем не думали. Младший сын Эр-Назар ничем не походил на своих братьев, Был он спокойным, скромным и умным. Состарился Назар. Почувствовав приближение смерти, Позвал он к себе сыновей И объявил им свою волю. Старшему сыну Пер-Назару он сказал, Такой-то большой сад в таком-то месте Со всеми строениями и дворовыми помещениями Отдаю тебе. Дарю тебе еще две корчаги, полные золота. Вот это твое наследство, если я скоро умру. Среднему сыну Хаджа-Назару Старик завещал другой сад и одну корчагу золота. Наконец дошла очередь и до младшего сына Эр-Назара. А что тебе оставить, сын мой, сказал Назар. Говори. О, отец, отвечает тот, Мне ничего не нужно, Лишь бы живы были вы, да здоровы. Тебе, Эр-Назар, тоже оставлю сад с постройками. Кроме того... И тут старик заговорил шепотом, Чтобы никто не услышал. Оставлю тебе вот этот складной нож, Только ни за что не показывай его своим братьям. Нож этот волшебный И во многом тебе поможет. Вынул старик из-под подушки нож, Придавил лезвие большим пальцем И тихонько сказал. Эй, Кемо-Назар! Нож моментально раскрылся, И вдруг откуда ни возьмись, В комнате появился молодой и ловкий с виду джигит. Повинуюсь, Повинуюсь, сказал он. Принеси-ка мне миску кислого молока, Приказал старик к Кемо-Назару. В мгновение ока перед ними Появилась миска с кислым молоком. Вот видишь, сын мой, Эр-Назар, Заговорил старик-отец, Всегда, когда тебе захочется чего-нибудь, Позови Кемо-Назара, И он всё для тебя сделает. Но никому не рассказывай О тайне этого складного ножа. Потом старик добавил. В тот день, когда я умру, Придёт к тебе старец. Отдай ему старшую свою сестру. На другой день придёт ещё один старец. Отдашь ему среднюю сестру. На третий день Явится к тебе третий старец. Отдашь ему младшую сестру. Спустя несколько дней Старик-Назар умер. Полную версию этой аудиокниги можно купить в интернет-магазине audiobook.us